Добрый вечер, телеканал Нью-ТВ. В прямом эфире социальная программа «Учурчак». На протяжении одного часа с вами буду я, Елизавета Балбакова. Я не одна, как обычно. Мы приглашаем гостей в студию. Сегодня с нами Омуров Чубак Алмамбекович, заместитель директора департамента туризма. Добрый вечер. Также Елизавет Нурдинов, менеджер по развитию одного из турагентств города. По представлению гостей, мне кажется, стало ясно, что говорить мы сегодня будем о туризме, а именно о зимнем туризме. Хотелось бы начать с вас. Чубак, расскажите, пожалуйста, в этом году зимний турсезон был открыт немножко позже, насколько нам известно. Какие убытки перенесли? Ну, из-за погодных условий зимний сезон открылся поздно, позже, чем обычно. 30 декабря мы провели официальное открытие с участием премьер-министра Сапараджа Макадрыча на базе, горнолыжной базы Чункурчак. Это, конечно, повлияло негативно на сезон в целом. Но сейчас идет хорошо, и надеемся, что сезон продлится дольше весной, чем обычно. То есть снег у нас будет, надеемся, и в марте, и весной. То есть в зависимости от погодных условий. Да, от погодных условий в первую очередь. Вы говорите, 30 декабря обычно мы открываем, это уже 1 декабря или 10? В каких числах обычно открываются? Обычно в начале декабря открывается, да, в первой половине декабря. Ну, это как бы только официальная часть, то есть торжественная. Обычно зимняя база открывается в ноябре уже, да, с появлением снега, да. А так фактически, то есть, а так официально это декабря. А вот вы заговорили об убытках. В основном убытки перетерпели кто? Предприниматели или? Да, в первую очередь обязательно предприниматели, то есть владельцы этих баз. И также другие компании, которые задействованы, да, в предоставлении услуг, да, туристических услуг. А также государство, а также потери налогов. Ну, вот 20 дней, январь как бы уже подходит к концу. Какие, может быть, по сравнению с прошлым годом, что изменилось? Вот месяц вы уже работаете. Ну, за 20 дней уже самое главное, есть хороший снег, да, и сезон идет полным ходом. И в этом году, в отличие от предыдущих из числа иностранных туристов, то есть, кроме Казахстана и России, также активно начали переезжать из Узбекистана, да, то есть у нас сейчас рейсов стало больше, да, и у нас отношения с Узбекистаном лучше стали. Поэтому новый поток туристов, а также сами внутренние граждане, и среди них растет зимний вид спорта, то есть популярность растет зимнего туризма. И в этом году также появляются новые базы, и они улучшают свои услуги, да, то есть некоторые строят дополнительные гостиницы, да, или же кафешки, ну, другие виды услуги, то есть тем самым усовершенствовали свой продукт. Вы заговорили о базах, а сколько вообще у нас баз? В общем, по республике баз 23, ну, можно сказать, 24-25, но еще недостроенные есть, но работает регулярно, где-то 15. 15 работает стабильно. Я напоминаю гостям и телезрителям, что это прямой эфир, вы можете звонить на номер 56 56 72 и задавать свои вопросы нашим приглашенным гостям. Ильзат, к вам вопрос, как давно вы работаете в этой сфере? Ну, в принципе, относительно недавно, то есть это полгода, можно сказать, вот, но я очень увлечен этим, то есть я хочу привлечь как можно больше именно гостей, туристов в нашу страну, как бы, ну, сказать, чтобы и в финансовом плане, чтобы у нас развитие шло, да, то есть не только ближе к государству, но и дальше, там, во Франции или же в другие страны. А уже есть, да, такой большой интерес к именингазинному? Да, уже сейчас, на данный момент, есть интерес именно у Узбекистана, также у Казахстана, у России, и сейчас мы уже сотрудничаем с Францией, потому что французы тоже очень любят именно кататься у нас в горах. Я сейчас предлагаю посмотреть один сюжет, подготовленный нашими журналистами новостного блока, а далее продолжить тему. Несмотря на то, что гордовозный сезон в этом году начался поздно, отдыхающих здесь большое количество и даже в будние дни, но, по слову специалистов, 80% из них элементарно не умеют кататься на лыжах, из-за чего и травмы и переломы. Ирлан Нурланов сегодня впервые встал на сноуборд, а на лыжах научился кататься только в прошлом году. Любитель активного отдыха не собирается прибегать к услугам инструкторов, так как он считает учиться нужно самому, чтобы почувствовать все на себе. Сегодня, чтобы научиться рассекать снег на лыжах или на сноуборде, необходимо пройти курс у инструктора, который расскажет и наглядно покажет, как нужно правильно спускаться по склону. Но многие отказываются от подобных обучений. Кто-то горд, а у кого-то нет лишних средств на это, ведь услуги инструктора не бесплатные. Не умеющих кататься, конечно, больше. Ну, это нужно закреплять вначале со знающим человеком, если у вас есть там в семье, либо инструктора нанимают, и тогда ты подкрепляешь первые этапы какие-то, и дальше уже смело можно продолжать катание. Вы, получается, за это деньги, да, берете, то, что обучаете? Конечно. Данный вид отдыха в полной мере можно отнести к экстремальным видам спорта, и здесь запросто можно получить травму. Специалисты заверили нас в том, что на лыжах и сноуборде куда безопаснее, чем на баллонах, пакетах или же пластмассовых тазиках, ведь лыжи и борды управляемые, что не скажешь о вышеперечисленном, так скажем, снежном транспорте. Отсюда и травмы, и несчастные случаи. Администрация горнолыжной базы запрещает отдыхающим использовать баллоны, но люди не прекращают нарушать правила. Травмы бывают. В основном это у нас происходит среди матрасников. Матрасники – это те, кто катаются на матрасах, они у нас, получается, безопасные. Вот, пожалуйста, санки привезли. На склон мы их вообще не пускаем, не знаем, как с ними бороться, они вот все равно идут и начинают кататься. Вот недавно бабушку одну сбили. И, получается, все претензии предъявляют нам в базе ЗИЛ, что это произошло на вашей территории, хотя мы к этому не имеем никакого отношения. На сегодняшний день горнолыжный туризм в Кыргызстане встал на путь стремительного развития. В нашей стране около 23 горнолыжных баз, из которых стабильно работают только 14. И уже к следующему сезону ожидается открытие еще четырех новых лыжных курортов. Однако функционирующие базы с каждым днем развиваются и уже принимают иностранных гостей. Ну, инвестиции приходят, инвесторы приходят, на сегодняшний день ведут процесс переговоров. В основном туристы к нам на зимний туризм приезжают больше с СНГ, это Казахстан, Россия, Узбекистан. И вот европейцы и другие страны, они больше приезжают на экстремальный туризм. То есть это больше скит-туры, это больше фрирайдинги, то есть на тех местах, где еще не создана никакая инфраструктура, они просто экстремально начинают спускаться вот с этих гор. С каждым годом тех, кто начинает интересоваться зимними видами спорта, все больше. Кто-то приезжает отдохнуть с семьей, кто-то получить заряд адреналина. Посещают курорт как кыргызстанцы, так и гости со всего СНГ. Снег хороший выпал. Собрали всей семьей, всей прям. И катаемся, отдыхаем. Вырвались вот всей семьей. И вот катаемся, понравился нам вот эта дорожка. Я первый раз, да, я первый раз, мне очень нравится. Я вообще первый раз стою на доске, но классно. Но я люблю скорость, решил попробовать, мне очень нравится. Все отлично, погода отличная, солнечная. Все хорошо, только кататься не умеем. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Горный туризм. Ну, мы посмотрели сюжет, довольно такой положительный. В принципе, очень хорошо отзываются о горноложных базах и наши, и иностранные гости. Ильзат, к вам вопрос. С какими трудностями все-таки вы сталкиваетесь по работе, по привлечению именно интуристов, иностранных гостей? Ну, по привлечению, наверное, незнание. То есть, большинство людей, особенно заграничных, они не знают, какие вообще у нас есть красоты именно в нашей стране, в нашей республике. Ну, я недавно был и в Астане, и в Ташкенте, и в России. Я приезжал туда и знакомился со всеми. То есть, как бы визуальное общение, это намного лучше, нежели мы будем разговаривать по телефону. И все это я им показывал, рассказывал, и трудностей, в принципе, потом не было. То есть, по телефону разговаривать – это одно, а привлекать именно гостей визуально – это совсем по-другому. То есть, я познакомился с большинством турфирами именно этих стран, то есть, Казахстана, и Удбикстана, и России. Вот. И теперь у нас есть большие связи, и вперед только работать. А вот в основном, в каких именно, вот в зимнем туризме или в летнем, появляется больше интереса у иностранных гостей? К зимнему виду спорта или вот… К зимнему и к летнему. У всех есть разные, наверное, свои увлечения. Кто-то любит действительно красивые покатушки, можно сказать, да? Кто-то любит просто поладить по горам именно в летнее время. То есть, естественно, вкус и цвет товарищей нет. К вам вопрос от Учбахт. Насколько, вот вы можете сказать с уверенностью, развито в Кыргызстане именно вот зимний туризм? Зимний туризм. Что еще предстоит сделать, возможно? Какие планы, может быть? Зимний туризм развивается хорошо, но мы должны сказать, что это нам начальный этап. То есть, потенциал страны огромный просто. И мы сейчас не на том месте, где должны быть, но постепенно идем к этому. Потому что, как вы знаете, более 90% нашей территории – это горы. И удобные, то есть, горные рельефы существуют везде. Но… Но вот используем ли мы все это? Ну, используется не весь потенциал, потому что это связано с большими инвестициями, потому что это очень дорогой вид спорта, дорогой вид туризма. И капиталовложения, то есть, требуются очень большие, да? И окупаемость тоже, то есть, длительная. Поэтому инвесторы, то есть, самые смелые, и кто, у кого есть возможность, они вкладываются. И еще должен заметить, что в стране, да, только на северной части развита зимний туризм, да? То есть, в основном это Чуйской области, на Иссыкуле, да, один-два базы, то есть, на Карахоле один, еще строится на Карахоле. И на Рыне есть один, да? А на юге республики, Таласской области, да, можно сказать, что отсутствует. Есть элементы каранализованной базы в том же Чалабаде, там, в двух местах, в Сузахском и в Базар-Кургонском, да, и также в Аше, в Алайском, но они не работают. А какой причине они не работают? Потому что инвесторы еще не осознали, это в первую очередь. Во-вторых, местные органы, власти, они не заинтересованы. То есть, как бы, может быть, они не знают, да, о такой возможности, да. И сейчас вот задача Департамента туризма, наша задача, чтобы довести их сведения, что привлекательность именно в зимних видах зимнего туризма, и что им нужно привлекать инвестиции, строить базы и активно заниматься, да. Вот вы заговорили о местной власти, все-таки ответственность лежит на местной власти, это тот же, допустим, возьмем горно-лужную базу ЗИЛ, Чунгурчак. Местная власть какую роль играет здесь? Могу сказать, что местная власть играет главную роль, потому что земли, это непосредственно относится к компетенции местных властей. И вот вы заговорили о горно-лужен базе ЗИЛ, там постоянно происходят стычки, да, между инвесторами и местным населением, да, и здесь главную роль играет местная власть в урегулировании, да, этих споров, да, между инвесторами. И потому что иногда бывает, очень часто бывают эти земли, они пастбищные земли, да, которых используют местные населения, да, поэтому роль местных властей самая главная. Ну, мы тему назвали зимний туризм, плюсы и минусы. Все-таки минусы есть же, расскажите, если есть, то какие минусы? Под минусы вы имеете в виду проблемы, да? Проблемы, да, жители, да и граждане наши, им туристы бывали, что в социальных сетях, да и во многих социальных сетях пишут комментарии довольно-таки отрицательного характера. И возникает вопрос, все-таки, вы можете тоже ответить, все-таки есть минусы, есть проблемы, о которых, возможно, умалчивают многие. Смотрите, мы как хотим, допустим, для нашей компании, мы хотим, чтобы наши гости были не разовые, они были многоразовые, да? То есть, почему мы делаем цены чуть-чуть выше, но зато у нас и сервис получше? Для того, чтобы человек, когда сюда приехал, тем более человек за границей, он увидел наш сервис, он увидел шикарный отель, он увидел, как мы относимся к ним, и, соответственно, он приедет на следующий год обязательно тоже. На данный момент есть такие люди, которые заводят их, ну, грубо говоря, в маленький домик, да, где он просто переночует и поедет кататься дальше. Соответственно, ему в следующий раз уже не захочет сюда приехать. То есть, у нас есть такие люди, да, непредусмотренные именно моменты в плане проживания, главное там продать и все, то есть, есть такие моменты, есть такие люди, которые просто продают и все, то есть, они не смотрят в будущее, они не смотрят, как будет расти именно наша страна, а нам хочется удержать людей, чтобы люди только пополнялись, пополнялись, пополнялись. Ну, смотрите, есть такие, вот и к вам вопрос, есть такие и горноложные базы, гостиницы, отели, откровенно говоря, где очень дорого. И такой роскош могут позволить, в принципе, немногие. А предусмотрено ли здесь для простых граждан, то есть для простых, тех людей, которые хотят просто выехать зимой и отдохнуть? Я имею в виду ценовая политика. Здесь какова? Ценовую политику государства не может вмешиваться, потому что это непосредственно зависит от цены и качества. Если качественный сервис, там и дорогая цена, то есть дороже. Но у всех есть свои потребители, свои клиенты, и поэтому государство туда не может вмешиваться. И еще вы сказали насчет проблем, минусов. Минус, как и летом, есть проблемы несоответствия цены и качества, где вот иногда туристов обманывают, да, то есть за высокую цену продают некачественные серверы, да. Это основная проблема. Еще проблемы есть про безопасности. Вот как было отмечено в сюжете, да, там некоторые катаются на баллончиках, да, матрацах, да. Это намного опаснее, чем кататься на лыжах, сноубордах, да. И не у всех баз правила безопасности соблюдаются. И также самая главная проблема на следующий день – это инвестиционный климат. То есть споры инвестора и местного населения, да. В этом вопросе, как я отметил, роль МСУ, да. И также инфраструктура. Дороги базам, да, гоналочным базам не везде, то есть хорошего качества. Ну, вы говорите баллончики, те же самые матрасы. Мне кажется, в основном катаются на них те люди, которые не могут себе позволить, к сожалению. Как ранее было сказано, роскошь. Вот к вам такие приходят тоже, интересующиеся такими вот видами спорта? Именно те, которые… Ну, в основном, я не думаю, что это проблема именно в финансах, да. Проблема в том, что человек не умеет кататься, он пару раз попробовал, у него не получилось, и все, он уже на этом остановился. Хотя надо попробовать, пробовать и пробовать. Для наших граждан, именно за границей, ну и для наших граждан, мы обязательно делаем спортстраховку. Это обязательно, потому что, ну и ста человек, два-три человека обязательно себе что-нибудь досломают. Мы примем телефонный звонок, а далее продолжим. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем, можете задать свой вопрос. Здравствуйте. 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 Вот получается, на прошлой неделе я ездил на горнолыжную базу ЗИЛ, и все бы ничего, но вот эти вот столики, которые стоят для нас, клиентов, посетителей, они платные. В час оказалось 500 сомов, это очень дорого, неудобно. Почему так? Хотя они вот находятся, да, на территории базы, но еще приходится доплачивать за час, вот если посидеть там. Почему так? Спасибо вам за звонок. Ну, надо спросить у базы ЗИЛ. То есть департамент этим как бы не вмешивается? Ценовую политику государства вообще не вмешивается, тем более департамент. Согласно положению департамента, департамент даже не имеет права проверять эти базы, да. То есть мы только работаем в координации с другими надзорными органами, да. Но если такие жалобы поступают, они могут, граждане могут к нам обращаться, мы можем обратиться соответствующим образом. А вот соответствующие органы, это какие органы? Вот сразу прям назовите здесь. Я сразу назову, это Госэкотехинспекция по безопасности, это антимонопольная служба. Именно вот насчет цены, ценовой политики, и не только насчет услуги тоже, сервиса тоже. И также МЧС тоже по безопасности и другие надзорные органы. То есть департамент к этому отношения не имеет, телезритель задал вопрос. То есть ему стоит сразу обратиться в Экотехинспекцию, антимонопольную службу и уже нажал. Финансовую полицию, там еще другие надзорные органы. А вообще в целом вы считаете это правильно, как гражданская позиция, какова ваша здесь? Ну, насчет того, что вот эти вот столики платные, действительно, где кушают, где этот, хотя на территории, вот отметил телезритель, находятся все эти... Ну, предприниматель, он делает дополнительные услуги, да, и за это уже получает дополнительные доходы, да. Но это не должно, то есть, то, что я услышал, да, за простые столики, брать 500 сомов, это нехорошо. За час. Ваше мнение здесь, какова? Мягко говоря, нехорошо. Да, ну, я согласен, да, здесь в плане этого дорого 500 сомов, это, во-первых, можно будет распугать всех туристов. Но, опять же, право остается по-любому за предпринимателем, это он должен здесь решать. То есть никакого государственного уровня? Ну, есть еще, да, государство не может мешаться, но есть еще другая сторона, да, медали, то есть то, что вот сейчас турист увидел, да, в Зиле, да, то есть ему это не понравилось. Ну, в следующий раз он не поедет, он поедет уже чуть в кучах. То есть они теряют своих клиентов. Конечно, это уже, вот мы отмечали, что 15 работающих горного запаса, это огромная конкуренция, то есть они друг другу конкурируют. И чтобы удержать туриста, чтобы турист еще раз приехал, да, к ним, они должны делать все, что возможно, чтобы им, туристам, было хорошо у них. А вот ваше мнение, нам тоже интересно, по поводу вот этих вот общественных ездений, тех же самых уборных, тоже много, очень много отдыхающих, которые жалуются, ну, что правда, то правда. Ваше мнение здесь какого-то уже? Их у нас очень мало, можно сказать, даже нет, в некоторых местах их совсем нет. Но это неправильно, опять же, это, наверное, экотехнадзор должен заниматься этим, да, вот, и регулярно, вот, как вы говорите, тоже проверка идет, это обязательно проверка, и летом, и зимой, ну, и вообще всегда, да. Ну, мы как бы тоже... Вы сборные имеете в виду именно на базах или... Да, на базах, да, да, да. Вам знакома эта проблема тоже, мне кажется. Не только на базах, а по всей республике у нас есть эта проблема, можно сказать, самая актуальная проблема, и мы должны ее решать, и мы сейчас работаем над этим. Ну, почему на базах, потому что бывают и иностранные гости, и как бы нам это в минус, то, что вот такие вот проблемы элементарные, мне кажется. Ну, сейчас государство к этому идет, действительно, уже, в принципе, по всем этим параметрам полностью смотрят, то есть эти же уборные, эти же столы. Знаете, мы часто здесь приглашаем тоже гостей, и часто слышим вот эту вот фразу, государство к этому идет, как скоро уже мы к этому придем. Нет, вот надзорные органы, которые госэкотерспекция, да, именно в этом случае, да, они должны проверять, и если в случае несоответствия этим... санитарным нормам, да, они должны закрывать эти базы, да, то есть по-хорошему. Но некоторые государственные органы такие вот не выполняют свои обязательства, да, то есть свои прямые функции, и поэтому и страдает имидж страны, да, имидж этих баз, да. Но такая проблема существует по всей республике, как я сказал, да, то есть элементарно, если даже возьмем Бишкек, да, город Бишкек, турист приедет, он может не найти уборный, потому что в магазинах у нас закрывают под ключ только для своих сотрудников. Ну вот смотрите, госэкотерспекция пишет на своей странице, что проводятся регулярно проверки опасных производственных объектов, в том числе и горнолыжные базы, проводятся также проверки относительно, вот, ведомство проверяет, что должна работать медицинская помощь, да, первая медицинская помощь должна быть, канатки, все это проверяется. И вот они каждый год перед открытием, да, и в середине пишут вот такие вот уведомления. Значит, госэкотерспекция должна проверять не только вот эти вот канаты, технику, но и, вот, вы говорите, вот такие вот проблемы, верно я понимаю? То есть они должны создавать, это за ними прикреплено, что они должны создавать условия или как вот, вот здесь вот поясните, пожалуйста, телезрителям, потому что немного неясно. Да, они должны проверять, также есть еще санэпидемиадзор, то есть они должны проверять, то есть это проблема самая озвученная, да, то есть самая актуальная, поэтому они должны проверять и в случае несоответствия закрыть эти базы, да. Нам известно, что они не закрывают такие базы, да, опять же, обходится все, я не знаю, может, на добром условии как-то договариваются, что мы видим на практике, что эти базы, где, в принципе, нет условий, можно сказать, работают. Ваше мнение, Эльзар. Ну, работают, работают почему? Потому что, ну, опять же, это вклад для государства по-любому какой-то есть, и с каждым годом, я думаю, что с каждым годом что-то меняется, что-то меняется и меняется в лучшую сторону. Я думаю, что и надеюсь, что... Это все условия хорошие, это питание хорошее, чтобы все было на высшем уровне. Соответственно, по цене это будет немного дороже, почему? Потому что, ну, и мы особо так не накидываем. Почему? Потому что для нас сейчас, на данный момент, это привлечение гостей, привлечение гостей, чтобы их было как много больше. И мы хотим, чтобы они укрепились именно у нас в стране. Ну, вы озвучили только Каракол, а еще другие горнолыжные базы, с кем вы сотрудничаете? Каракол, Зил, Чумбурчак, это все, что такое, можно сказать, у нас в Кыргызстане знаменитое. А какие условия? Вот неделю отдыха в Караколе, если озвучить, может быть, телезрителям, это будет интересно? Неделю, ну, у нас есть 6 дней и 7 ночей для граждан Казахстана, также для граждан Узбекистана и России. Вот мы их встречаем с аэропорта, также с границы Ташкента и с границы Казахстана. Вот цена вообще у нас 500-550 долларов. И проживание в пятизвездочном отеле, трансфер полностью, трехразовое питание. По дороге мы смотрим еще достопримечательности, вот, и канатная дорожка, да, и все это в сумму входит. То есть, в принципе, человек ничего не должен платить. А жалобы не поступают после вот таких вот путешествий от иностранных гостей? Пока, на данный момент, у нас только положительные отзывы. Может быть, какие-то предложения были со стороны иностранных гостей? Где-то нужно было поменять, это как бы... Нет, они отписывались, отписывались, ну, и говорили только спасибо, да, то есть пока на данный момент не было. Но я думаю, что по-любому не может быть такого, чтобы было все идеально. Вот, что-нибудь да будет, наверное, хотя не хотелось бы. Вот, и мы будем, конечно, это что-то менять. Для нас это только плюс, чтобы идти выше. Вот вы говорите, открывается еще новая база в Караколе, да? Расскажите, как скоро он будет сдан в эксплуатацию? Мы не можем сказать, как скоро, потому что это напрямую зависит от инвесторов, но мы знаем, что там есть доля зарубежного капитала, то есть оно открывается и будет очень хорошая база. То есть те, которые гостиницы, гостевые дома в Караколе, которые вот строятся очень динамично, да, то есть они уже будут принимать очень много туристов, да. Возможно, со следующей зимы. Еще вот хочу добавить, да, что ты сказал, да, насчет туристов иностранных на данный момент. Вот Казахи, Казахстан, Россия и Узбекистан, да. То есть сейчас вот перед нами стоит задача, чтобы расширить географию наших туристов, да. То есть это в первую очередь СНГ, да, и другие страны СНГ, да, такие как Украина, да, которые ближе к нам и есть прямые рейсы, да. И также вот жаркие страны южные, которые Таджикистан, Пакистан, Индия, да. То есть мы должны привлечь их, чтобы их у нас было больше, потому что зимние виды туризма, в отличие от летнего, это, можно сказать, дорогостоящие, да. И, соответственно, прибыли будет больше и инвесторами, и нам. То есть это как бы элитарный туризм, как вы сказали, не все могут позволить, но, соответственно, пользу государству от этого больше. Я надеюсь, что все эти планы осуществятся в ближайшем будущем. Сейчас мы переключимся на короткую рекламу, а после продолжим тему. Я напоминаю, мы в прямом эфире телепрограмма «Учурчак», телеканал Нью-Ти-Ви. У нас в гостях сегодня Омуров Чубак Алмамбекович, заместитель директора департамента туризма, также Элизат Мурдинов, менеджер по развитию одного из турагентств города. Говорим мы сегодня о зимнем туризме. Только что во время рекламы вы отметили еще привлечение вот этих вот иностранных туристов, что вы выезжаете, делаете выставки, вместе сообща с турфирмами. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это происходит. Главная задача департамента туризма – это именно продвижение, реклама, то есть турпотенциала Кыргызстана. И в основном мы участвуем в зарубежных выставках. Это в Мадриде, Берлин, Лондон, Стамбул, и сибирский регион России, и Москва, и другие, очень много. Там мы покупаем площадки, то есть в экспоцентрах, и предоставляем возможность турфирмам, туроператорам, которые желают там выставиться. То есть тем самым государство поддерживает туроператоров. А также есть другие виды, то есть способы привлечения туристов. Это именно работа в интернете, да, у нас есть сайт, вы знаете, Discover Кыргызстан, да. И есть еще, мы работаем в социальных сетях сейчас при поддержке доноров, да, иностранных. То есть тем самым мы помогаем и предпринимателям Кыргызстана, да, то есть привлечь много по привлечению туристов. Взят, а вот какие страны в основном остаются заинтересованными? Заинтересованными именно в нашем туре? Да, в нашем туре. Сейчас, на данный момент, с теми странами, с которыми мы познакомились, то есть это Россия, Казахстан, Узбекистан, повторюсь, да. Вот, скоро будет выставка в Париже, вот, мы, я думаю, посетим Париж обязательно, это в марте у нас будет. Вот, и на данный момент мы тоже ведем диалог с Парижем, вот, но если мы еще представим на выставке в Париже именно свои услуги, я думаю, что парижане, французы, они любители тоже такого спорта. Ну, вот каждый год, Чубак Аманбекович, мы снимаем, в принципе, и новостной блог, наши журналисты часто берут интервью у вашего департамента, у представителей, и каждый раз возникает вопрос относительно бюджета, который вот выделяется, деньги каждый год, ежегодно. Вот в этом году, какая сумма была выделена, и хватает ли этой суммы на развитие зимнего туризма? Да, бюджет маленький, каждый год выделяется около 7 миллионов сомов, да. Только вот зимний туризм выделяется в целом? На весь год, да, то есть, но мы не стоим на месте, и вот как вышеотмечены выставки все, да, зарубежные, очень дорогостоящие, мы это все организуем с помощью донорских организаций, да, то есть мы не стоим на месте, привлекаем именно грантовые средства, бесплатные, да, чтобы помочь турбизнесу. Вы говорите 7 миллионов, да, вот на что хватает этих денег, если вот конкретно уже подробно, чтобы зрители так же... Половина уже уходит сразу на содержание департамента и другие затраты, да, то есть это аренда и другие услуги, да, коммунальные, а половина уходит именно непосредственно на развитие туризма. Но у нас очень маленькая команда, 11 человек в департаменте туризма, это очень мало, на целую отрасль, да, которая дает 5,5% доли туризма, то есть доли ВВП, да. Кстати, я должен отметить, что каждый год это 4,7% доли туризма ВВП страны. Первый раз в этом году мы вышли на 5,5%, то есть в истории мы перевалились за 5, да. Это радует. И 11 человек, нас мало, загруженность очень большая, то есть, но команда молодая, поэтому на энтузиазме мы все работаем. А сколько турагентств, турфирм у нас в Кыргызстане насчитывается? Очень много, где-то 300 турфирм, которые непосредственно занимаются именно продажей туруслуг, да. И половина из них туроператоры, которые сами разрабатывают услуги, да, и половина из них турагенты, которые просто продают туризму. Еще раз должен отметить, что 11 тысяч хозяйственных субъектов задействованы именно в туризме. Это в общем все транспортные компании, там гостиницы, рестораны, да, это все входит в туризм, и их 11 тысяч. А связанных с отраслью туризма хозяйственных субъектов, это где-то 106-107 тысяч. То есть, это очень много, и год за годом это растет. И это дополнительные рабочие места, дополнительные инвестиции, дополнительные налоги, это очень хорошо. А вот местное население, это тоже часто встречается, что работают, да, тоже в таких вот местах? Да, это туризм зачастую в некоторых случаях является единственным способом решения социально-экономических вопросов, да, проблем на местах, потому что привлекает туристов именно в регионы, да. То есть, это для них уже дополнительный заработок, да, например, сделал сувенир, да, кто-то из дерева или из войлока, да, это уже дополнительный заработок. И еще свой дом, если предоставляет, как гестхаус, да, тоже получает дополнительный заработок. И сейчас вот мы активно работаем по направлениям Западная Европа, Арабские страны и Юго-Восточная Азия. Туристы из этих стран, именно из этих стран приезжают в регионы, да, а с Казахстана, с России, с Узбекистана, они только приезжают летом на Иссыкуль, то есть в развитые места, да, это массовый туризм. И зимой на горнолозные базы. Поэтому нам необходимо именно работать, именно развивать горно-приключенческие, экологические и другие виды туризма, трекинги, чтобы люди приезжали в регионы и оставляли деньги там. Ну, я надеюсь, все это в планах департамента, и вместе можно тоже к этому прийти, да, и взять такой вопрос. Сейчас, действительно, Кыргызстан может гордиться Караковым, да, это база, куда очень привлекается много туристов, и все остаются довольными. Вот такой вот вопрос тогда к вам. Мы примем телефонный звонок мне подсказывать, да, далее продолжим вопрос. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем, можете задать свой вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Алло, вечер добрый, здравствуйте. Вот я с Казахстана звоню, обычно у нас там ничего такого, обычно, ну, как природа, недалеко от границ. Это тяжело. И вот мы часто выезжаем, на Секуле ездим, вот в Орловку ездим, недалеко, в Сокота ездим. Мы вот как едем, нас всегда вот гаичники как увидят, казахскую машину тормозят. Вот такой у меня вопрос. Как вы можете насчет этого ответить? Спасибо вам большое. Вот звонят буквально наши соседи. Проблемы такие тоже на дорогах возникают. Это тоже актуальная проблема. Каждый год возникает, да. Ну, мы, у нас есть площадка, межведомственная рабочая комиссия, да. Позглавляет ее вице-премьер-министр Чоконсул Танбекова, да. И каждый раз эта тема поднимается и дается поручение. Но, тем не менее, такие случаи, они часто происходят, да. Ну, летом, если приедете, мы дадим вам горячие линии, да, телефона, да. Чтобы, если несоответственным образом, если остановят вас, вы можете позвонить и пожаловаться. И мы вот в рамках своей компетенции можем вам посодействовать, помочь, да. И также каждый год дается поручение МВД, да, и у них помятки есть, и у них инструкции, то есть тренинги постоянно. То есть какие поручения? Не останавливать, я извиняюсь, приглашу гостей из соседнего государства или какие? Не только из соседнего государства, но и наши граждане останавливают, мы все это знаем. То есть иногда по делу, иногда не по делу, да. Ну, это происходит, но мы должны сейчас вот в рамках вот АЗАХОМ, да, есть проекты, как «Умный город», да, где устанавливаются видеокамеры, да. То есть уже мы уже избавимся, то есть отойдем от того, что гаечники будут стоять на дорогах, просто камеры будут фиксировать, и нарушения будут накажутся. Хочется надеяться, опять же, что это все произойдет очень скоро. Ильза, ты к вам вернемся насчет вот Каракола. Ну, я не буду говорить, что единственное, но, по крайней мере, похвастаться мы можем сегодня Караколой. Вы и сами это подтвердили. Вы отметили 14 у нас баз действующих сейчас, да. Мы можем все эти базы привести вот к такому же, взять такие же рейтинги, как и Каракол. То есть не открывать, возможно, где-то еще что-то новое, или это очень необходимо, вот мне здесь вот непонятно. Может, все-таки стоит как-то поработать над действующими участками, территориями, горнолыжными базами, или в чем открывать новые? Такой подход, то есть он нереальный, сразу скажу, потому что мы не можем останавливать предпринимателей, да, инвесторов, которые хотят открыть новые базы. То есть новые базы постоянно должны открываться, это хорошо, но насчет доведения их до уровня Каракола, да, ну, я могу сказать, Зил и Чумкурчак на сегодняшний день очень хорошо, Орловка очень хорошо работает, то есть уже на том же уровне. То есть раньше, если было в постсоветском пространстве Каракол, самый известный, сейчас вот есть. И еще преимущество этих баз, например, близ Бишкека, да, они именно близ Бишкека, то есть аэропорт есть Бишкека, да, Манас, то есть им, туристам будет легче добраться до этих баз. Еще это уже естественный процесс должен быть, потому что конкуренция, да, то есть конкуренция создает развитие, да, и сегодня другие базы хотят равняться на лучшие базы, да, и тем самым происходит общее развитие, да, то есть естественно. Ну, вы оба побывали в других странах, знакомы с их ситуацией, и зад к вам вопрос, скажите, пожалуйста, в чем отличие, вот вы говорите, предприниматели сами решают, и ценовая политика за ними, а в других государствах, в тех же соседних, вот здесь вот как работа ведется, то есть предприниматели так же, как у нас, сами решают, сами ставят цены, сами ставят правила, или все-таки государство им где-то все-таки запрещает, возможно, где-то есть какой-то уровень, запрет, может быть, я не знаю. Я думаю, у каждой страны, наверное, по-своему, где-то государство подсказывает, так же, как у нас, у нас тоже государство подсказывает где-то все. Но тем не менее, вот, отметили, что никаких есть не влезут. Есть вещи, которые государство может, это, например, правила, да, правила игры, да, то есть они есть, и по этим правилам надо играть, работать, да, то есть это нормы, да, технические нормы, законы, да, другие. А есть вещи, например, как вы сказали, качество сервиса, да, то есть если не соответствует, соответствующие органы могут принять меры, да. Если, вот, это же дело предпринимателя, вот, поставил такую цену, да, я хочу продавать за такую цену. Ты же не можешь сказать им, надо полицию продать. Прямо наших граждан, на 6 миллионов населений, которые хотят все-таки выехать, отдохнуть, я еще раз повторюсь, но не могут позволить, потому что цены действительно дорогие, в долларах, это вот, они все-таки настроены на, вот, иностранных гостей, нежели на наших. Ну, здесь, видите, идет речь о заработке. Никому не секрет, что каждый хочет заработать, вот, и каждый пытается сделать по-своему и по цене. Вот, здесь правильно вы сказали, что есть такие моменты, что услуги, которые они предоставляют, намного хуже, но по цене почему-то они дорогие. А есть те, которые, действительно, цены дешевые, но услуги очень хорошие. Вот, то есть таких моментов тоже очень много. Надо просто искать, вот, тем людям, которые, вот, вы говорите, 6 миллионов, да, ну, у нас население, есть люди, которые ищут, действительно, находят, и подешевле туры находят, ну, им это нравится. Элементарно, вот, к нам телезрители, когда мы озвучивали тему заранее, к нам телезрители тоже звонили, писали вопросы, элементарно стоит кофе, да, допустим, в том же, в той же горноложной базе, допустим, 50-60 сумм, и наши не могут себе позволить вот такую вот, заплатить за чашечку кофе 60 суммов. Это вот все, так, маркетинговый ход, или, я не знаю, это предприниматели так. Ну, горноложная база, это не аэропорты, то есть это не особые зоны, да, чтобы такие цены, несправедливые цены выставлять, да. Есть спрос и, соответственно, есть предложение, да, то есть этот механизм только так работает. А если он заведомо высокую цену поставил, возможно, он не продаст много. То есть должны спрос и предложение, они друг друга должны соответствовать, иначе не будет развития этой базы. То есть он потеряет попросту своих клиентов? Срочно клиентов и денег. То есть это уже... А по сравнению с прошлым годом вообще этот год? Я не знаю, цен я не сравнивал, но... То есть я могу сказать приблизительно, что на уровне прошлого года, то есть цены. То есть ничего, в принципе, не изменилось. А, Лиза, к вам вопрос. По сравнению с прошлым годом, если сравнить прошлые года, сколько вообще запросов, может быть, сколько заинтересованных лиц больше в процентном соотношении? Ну да, вот и, как сказали ранее, что 5,5% уже у нас. То есть, соответственно, это показатель, это значит уже, что у нас намного больше туристов, нежели были год-два года назад. Что изменилось в данном случае в ваших условиях? Может быть, что-то новое вы добавили? Идет развитие, действительно. Идет сервис, люди уже начинают узнавать, и идет реклама. То есть, может быть, кто-то даже и не знал о том же Караколе. А сейчас идет реклама, очень хорошая реклама, и все уже узнают. Далее люди уже посещают, допустим, тот же Караков, Зил, Чукчун, Урчак. В общем, наши государства посещают. И, соответственно, уже передают своим людям, своим друзьям, братьям, сестрам. В итоге посещений становится намного больше. Хотелось бы затронуть и летний туризм, в принципе. Насколько он развит у нас в Кыргызстане? И вот прошлые показатели 2017 года были каковы тоже? Показатели были очень хорошие. То есть, на 500 тысяч человек приехало больше, чем в прошлом году. Это по итогам 9 месяцев. И по инвестициям, как я отметил ранее, по хозяйственным субъектам, везде идет рост, и ВВП, самое главное, да, доля от туризма, он вырос на 0,8%. Это очень хороший показатель. А проблема минусы летнего? Может быть, что-то извлекли на следующий год, на предыдущий год? Еще улучшилось, должен сказать, отношение государственных ведомств с туристом. Например, пограничная служба тоже, да. Они начали изучать английский язык, да. То есть, и с улыбкой встречать туриста в аэропорту и других. Что тоже немаловажно. Это очень важно, да. И таможенников, да, и работников других работников аэропортов. То есть, постоянно проводятся тренинги. Это улучшилось, есть понимание. Еще есть, мы ввели сейчас электронную визу, да, с 1 сентября. То есть, те страны, которые не вошли в список безвизовых стран, они могут приехать к нам по электронной визе. Электронная виза оформляется очень быстро, в течение 72 часов. И, то есть, такие вещи, то есть, государство, которое делает, чтобы помочь турбизнесу, экономике Кыргызстана развиваться. Ну, вот депутаты не раз тоже понимали эту тему. Насчет безопасности. Вот, буквально недавно в заседании депутаты интересуются, как мы можем давать вот такую вот, можно сказать, уверенность, иностранным гостям в безопасности, если происходят такие немного на Иссыкуле, да, недавние случаи. В 16-м, то есть, в 17-м году вышел индекс, то есть, вышла публикация всемирно-экономического форума по конкурентоспособности в туризме, да. И там вот по безопасности Кыргызстан занял вот последние места, да. То есть, очень плохой показатель. И это самая, самая большая проблема наша, потому что это самый важный фактор, то есть, привлечения туриста, да. То есть, если турист не приедет, если у нас небезопасно, да. То есть, есть случаи постоянно на рынках, базарах, грабят туристов, то есть, иногда чрезвычайность ситуации и бывает. Но сейчас вот недавно вышла, то есть, тоже публикация в Госдепартаменте США, где Госдепартамент США вот рекомендует своим туристам, то есть, посещат Кыргызстан, и Кыргызстан у них это в первой группе по безопасности. В то же время, Турция в третьей группе, да, то есть, по безопасности, то есть, есть такие. Но есть еще у нас проблемы с Китаем и Японией, да, потому что у нас в посольстве Китая был взрыв, да, и в каком-то году, вот, в Аткентских событиях, вот, взяли заложники японских туристов, да. Только из-за этого. Только из-за этого, то есть, иностранные ведомства этих государств, то есть, не рекомендуют своим гражданам приехать сюда. То есть, в этом направлении нам с МИДом нужно очень тщательно поработать. Ну, потому что я был тоже в Ташкенте, я знакомился именно с туроператорами, с турагентством полностью, и пару турагентств задали такой вопрос, а как стоит вопрос о безопасности, вот, то есть, мы... И каков был ваш ответ, то есть? Ответ был, что мы сами контролируем за всеми именно гостями, то есть, мы их одних не отпускаем, поэтому непосредственно мы смотрим за ними. Ну, везде уследить, мне кажется, тоже сложно, правильно? Нет, если тщательно следить, и, в принципе, мы находимся в своей стране, я думаю, что это возможно. Что хорошо работает с туроператорами, то это они привозят туристов, да, и полностью они сопровождают туристов. То есть, ответственность лежит нам. Да, они берут ответственность, то есть, и следят эти хорошо. Ну, сейчас, то есть, с развитием, то есть, туризма в Кыргызстане, да, очень много туристов, которые сами приезжают, да, и очень много случаев, именно несчастных случаев с ними происходит. Например, вот туристка из Израиля, да, то есть, пропала в горах, и упала с обрыва, да. То есть, рекомендуется все-таки обращаться от турагентства? Да, ну, в мире сейчас идет тенденция, то есть, которая, то есть, все большее становится популярно самому путешествовать, да, то есть, есть много заинтересований. Ну, опять же, моменты, это чужая страна, есть чужая страна. Многих правил мы в чужой стране не знаем, поэтому нужно будет обращаться именно с нами. Спасибо, что вы были целый час с нами. К сожалению, наш эфир подходит к концу. Это была программа «Учурчак», далее информационная программа «Гонжирюш». Я, Елизавета Балбакова, прощаюсь с вами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»